И снова здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами по-прежнему я Алексей, добро пожаловать на мое новое видео по серии игр 18 стальных колес. Ох, друзья, в общем, ну что ж, сегодня мы действительно с вами, наверное, прикоснемся к самой охренительной игре серии, которая просто продолжает совать защику и евротраку, и американтраку, несмотря на то, что они вышли уже в 2000-х, там, 10-х годах. Эта игра им насовывает, прям вот откровенно говоря, жирную такую булыгу она сует им с защики, в общем, ребята, это Хаулин. Существует также еще одна версия этой игры, называется на Американ Донг Хаул, в принципе, это тоже самое, абсолютно та же самая игра, она ничем не отличается от Хаулина, единственное только, что там некоторые территории Мексики добавились, и, по-моему, убрали таможню, ну там с Мексики три города, так что, в принципе, ребят, следующую, наверное, именно эту игру, Американ Донг Хаул, я не буду записывать, смысла нет абсолютно, это та же самая игра, просто чуть-чуть там видоизменили меню, в остальном все осталось то же самое. Итак, давайте посмотрим, что это вообще такое, что-то у нас по тракам, что, как, вообще, зачем и почему, здесь, наконец-то, они уже сделали такую, знаете, человеческую галерею, и как-то более-менее это уже похоже на то, что мы сейчас с вами видим, да, вот эти выборы раскраски, только все это вынесено сюда по менюшкам, а здесь слева у нас, собственно говоря, и отображается вся вот эта вот история. Итак, по грузовичкам, давайте смотреть, названия здесь по-прежнему у нас реалистичных никаких нет, по автопарку все осталось абсолютно тем же самым, что у нас было и непосредственно в прошлых частях серии, вот, опять же, с конвоя у нас машины пришли, в принципе, в принципе, реально все то же самое, вот так вот даже по картинкам, если смотреть, практически ничего не отличается, ну, может быть, только вот это, что, да, 357-й у нас немного видоизменен, а так, в остальном, вот, чисто смотрю, вроде все то же самое, можно, кстати, смотрите, впервые это здесь появилось, менять фон в Американ и в Евротраке, сука, это появилось, вот, буквально только там в 2000, по-моему, в 18-м году, если я не ошибаюсь, по-моему, да, по-моему, в 2018-м появилось, здесь это уже было, я просто в шоке, и это, друзья, только начало, далее, мы с вами заходим в игру, я тут с интернета скачал какие-то сохранения, написано было, что здесь уже все куплено, все трейлеры, все гаражи и так далее и тому подобное, я не знаю, когда в ЕТС-ке, в АТС-ке дойдет до такого, чтобы можно было покупать именно площадку, площадку, парни, площадку, на которой будут стоять ваши трейлеры, ну, допустим, у нас там парковка где-то слева, давайте, может быть, как-то, я не знаю, попробуем на нее пробраться, ну, вообще, прокатимся, но здесь, кстати, что-то я отражение уже в зеркалах не вижу, так, у нас что-то чересчур громко, как-то я смотрю, наша замечательная игра кричит, давайте ее потише прямо сделаем, так, ну, поехали, о, так, всяко получше будет, чтобы наши замечательные ушки не глохли, но по управлению, да, здесь вот это опять ватность в управлении появилась, чересчур вот эта большая мертвая зона, которую просто я ненавижу, но что-то же должно быть в этой игре не идеально, пошла реклама, все софтвер, все нормально, все хорошо, все здорово, ну, попробуем сейчас добраться до парковки, потому что вся суть была в том, что ты покупаешь парковку, и на эту парковку ты можешь ставить трейлеры, чуть ли даже, по-моему, не тягачи, то есть было все прям действительно очень круто и очень здорово реализовано, и непонятно, когда это все у нас будет сделано здесь, так, что-то я тут немножко так лоха дал, давай, давай, там за нами копы гонятся, но мы от них сваливаем, а так, в принципе, по менюшке, давайте пока посмотрим, в общем-то, есть у нас контракты, как вы понимаете, да, здесь мы заключаем контракты с компаниями, в зависимости от того, какой у нас трейлер, там, водитель, мы можем сцепку ему собрать, мы можем, вот, подписать контракт с любой из компаний, у нас будет соответствующая сцепка, мы все это можем загружать, то есть, ну, здесь вот именно в плане того, как все реализовано, как вот это все круто здесь сделано, и я просто в шоке, вот здесь все наши грузовики, которые у нас куплены, здесь, соответственно, там тормоза в каком состоянии, можно им сервис какой-никакой провести, можно их усовершенствовать, то есть, ну, здесь просто что-то невероятное творилось, ребят, серьезно, можно себе было купить уже трейлер здесь, то есть, и здесь мы видим, какие грузы он перевозит, можем уже выбрать какой-то скин для этого всего, то есть, ну, это пиздец, в то время, вот, извините меня, то, что я опять матерюсь, но это реально пиздец, вот, в то время, это просто, сука, разрыв башки какой-то был, то есть, прям такое тебе все дали, прям, да ладно, можно так делать, можно трейлером, он в гараже, не в гараже, он подписан, не подписан на контракт, все это отображается, это, это, ну, вот, это реально был взрыв просто, и уже какая-то, знаете, такая более-менее адекватная камера, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз можно посмотреть, панели приборов рабочие здесь, то есть, ну, в этом плане все, конечно, круто, рацию они, наконец-то, сюда вернули, то есть, ну, просто, просто пиздец. Вот наш, кстати, сказать, паркинг, друзья, вот наш паркинг, давайте мы сейчас на него прям заедем, тормоза тут, конечно, конченые были на машинах, так, припарковаться, отлично, мы можем здесь взять другой прицеп, ну, соответственно, потому что у нас заказ, мы это с вами не сделаем, заказ, 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 как бы нам его с вами отменить, вот, прям, вот это, конечно, я бы хотел узнать, я бы хотел это узнать, но, по всей видимости, я как-то где-то это не найду сейчас, наверное, сразу, чтобы нам этот контракт разрушить, так скажем, и, собственно, да, ну, да, по всей видимости, вот, можно, кстати, все убрать, на месте стоишь, колеса крутятся на машине, ну, были такие баги, бляха-муха, ничего с этим не поделаешь, можно расцепиться, ну, да, я сейчас, получается, потому что везу груз, и поэтому я ничего не могу сделать, и скинуть груз я никак не могу, вот это, конечно, плохо, его по-любому можно как-то скинуть, но я пока что-то вообще не раздуплюсь, если только попробовать время продвинуть, прям вот, вот так вот это все сделать, очень-очень серьезно и очень-очень быстро, но все равно он не пропадет, ну, в общем, друзья, все равно суть, вы, я надеюсь, поняли, то, что действительно мы здесь покупаем трейлер, мы его ставим, он у нас стоит, то есть у нас все это работает, то есть, ну, блядь, нельзя ничего брать, короче, потому что мы с вами заказ везем, а как его скинуть, я не знаю, вот тут я не подготовился, можете на меня бомбить, ну, реально, что-то я никак не могу понять, как мне отказаться от, собственно говоря, нашего замечательного заказа, в какую сторону он у меня идет, но в сути смысл вы, в принципе, этого всего дела понимаете, то есть, действительно, да, насколько она была в то время игра продвинутая, можно вот взять, заказать там себе трейлер, допустим, под молоко, и он будет перевозить молоко, мы можем его купить, и все, он у нас будет там стоять на стоянке, это было просто что-то с чем-то, это была какая-то невероятная игра, и почему вот до сих пор этого нет у нас сейчас, в данный момент, да, конечно, мы можем покупать трейлеры, мы можем что-то там делать, ну, косвенно, конечно, да, но чтобы вот так вот купить стоянку, чтобы там стояли на ней трейлеры, чтобы ты его там в случае чего туда перетащил, перевез, и занимался вот этой всей историей, то есть, ну, это действительно еще неизвестно, когда будет, ребят, и плюс ко всему, да, ты заключаешь контракты с базами, каждый определенный трейлер у тебя только под определенный вид груза, то есть, ну, я не знаю, это вот просто хочется уже скорее увидеть здесь, в АТСке, в современных играх, но неизвестно, когда это все, к сожалению, появится, друзья. Так что, друзья, вот так, видос, наверное, вообще просто сегодня какой-то получается крайне непонятный, но, но, друзья, суть и смысл, вы и так все прекрасно понимаете, мы все в эту игру играли не один десяток и не одну сотню часов, игра невероятно крутая, невероятно прикольная, то есть, и вот эта вся покупка трейлеров и прочее, но, опять же, повторюсь, да, существует еще следующая игра серии, которая вышла в следующем году, называется там она American Long Haul, да, но единственное, что там вернули опять вот эту территорию Мексики, которой здесь у нас нет и, в принципе, как бы все, ну, и таможню, по-моему, с Канадой там убрали, а в остальном, в принципе, это все то же самое по механикам, по транспорту, по графике, по физике, все абсолютно то же самое. Итак, друзья, ну что ж, настало время написать вам в комментариях вашу историю, связанную с этой игрой, как вообще с ней познакомились, какое впечатление она на вас произвела и считаете вы ее, наверное, до сих пор реально лучшей игрой, вот именно в плане вот этих внутриигровых, экономических деталей, ну, я считаю, это действительно лучшей игрой серии, лучшее, что выходило и лучше сейчас, ничего, к сожалению, пока что нет. Все, друзья, на этом все, я желаю всем огромной удачи, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, еще нас ждет впереди два видео, они будут посвящены играм Extreme Tracker, в принципе, тоже плюс-минус это все дело одинаковое, но поговорить об этом, друзья, все-таки стоит. Все, друзья, пока-пока, увидимся.